Как же вам уразуметь все притчи? Господь неоднократно говорил притчам, а ученики наедине спрашивали, ты это нам говоришь? Или только всем, а нам не надо это знать? И когда он спрашивал, поняли ли ты им притчу, они совершенно не о том рассказывали. Притча это иносказание, в виде сравнения. Надо переменять все на своей жизни. А практически у нас все в нашей жизни похоже на притчу. Что бы ни случилось, ты переведи это на духовном. Вот вспомните притчу о добром самаре. Шел из Русалима, верю, фон. А что он сделал? Еще не сделал, просто разгоники на паре. А вот у нас человек ушел, и мы знаем, он просто попадется. По-другому никак не сделал, он из Русалима, верю, фон пошел. И то же там, разгоники. И мы заранее уже позвонили, и теперь уже нам звонили, мы говорим, вот такие разбойники, как они будут выглядеть. Мы уже можем точно сказать. Бойте этого, смотри. Тут враг подпустил, это мы можем относить только от врага, ускушения. В первом послании к Коринфянам 3.1.2 апостол говорит, и я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во кресте. Я читал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах. А почему они такие были, скудоумные, как младенцы? Сердце не было открыто, и они не знали Слова Божия. Он здесь так и говорит, что я отдавал вам пищу сладую, как молоком. То есть простенько. Православные вообще писания не знают. И что бы ни сказал, для них это такое удивление, не выскажешь. Но когда Бог открывает внезапно, они начинают говорить, вот как, смотри. Ты смотри, вот, где ходит не из рая, ел священников, люди также были привязаны, также отланились, возославлялись. А когда Христос пришел, они распяли, первый священник, и старейшин, они не узнали. А народ сошел, доверялся им. Вот мне сейчас передают, в храме, священник, выходит книга, писанного православия, под моим именем, авторство. И что все сдали, все сжигать надо. Кто не сдавит, кто не напущу. Причищать не буду, он играет. Я вижу, что это как тричи, тричи как схема, которая именит Слово Божие. А может он доказать, что нет? А зачем доказать? Потому что там обречение. Я не влюблю, бедный, потому что она нас обречает. Вот и все. Апостол Павел, он как живой, сегодня говорит, из вас самих восстанут лютые волки, попы. Из вас, и Романасим, восстанут лютые волки, нещебящие станут. И он в бойстве стоит, ему прощать, да, не влюблене его господи, он совершенно не понимает, что делает. Он не знает, кажется, что фенера заключена. А он может что-то после сказать? Да нет, конечно. Я вам говорю о нашей сестре, которая ездила в маленькое население, у них, так, иногда приезжают в хрещение, он ничему не научил их. Слово Божьего людей нету, но он научил, что ничего не брать. Если приедут, гоните. Так они не сделали. Она, привезла и много новых заветов, они ее прогнали. Она вышла, тогда вправо кресла от ног, даже два сезона. Но, проходит полнедели, и одна душа, туда, приехавшая из Германии, что-то ее коснула. Она не знала, и они опять вызывали, когда стола судьбе нагружаясь, и туда поехала. И что? Открыли к истинному православию, стали читать главу, и так в воздухе, до половины они досчитали. И стали вспоминать. А священник, оказывается, это был, когда ты сказал, я сам бы отведу, и вас в тех туда тащу. Простой я смех. И это хорошо, она, у них, ленин там есть, что он имел, а меня, и ты, это сразу задвинет. Задвинет, то есть, он его выбросил. И она поехала. Две души, сразу же, пожелали креститься, завтра ей будут крестить. Потому что они знали, грабили ли пост, батюшку там уговаривали, потому что она далеко выезжает. Вот помолитесь. Задвинет, если Господь подводит, это будут те люди, которые были среди тех, которые знали. Не прошло полнеделья. А почему? А все на молитву, у них все есть карта. А священник, таких холм, уже писал, говорится, в первый раз. Все меняется. Все зависит от того, как Господь посмотрит на это дело. Он говорит, я не Бог с вами говорить, братья, а с духовными. Люди, которые не понимают писания, они не духовные. Но они во Христе младенцы. И Он засох на этом месте. И стоит, это и год, два, три, Он все еще младенец, с табуретку росками. Десять лет проходит, двадцать, и не растет, потому что пища должна быть твердая. Сложные вопросы решать. Что такое тысячелетняя царство? Сейчас начни спрашивать. Не каждый ответит. Не каждый. Хотя и говорят, что там благословство исполнится Духом Святым, Крещение Духом Святым. Не скажешь. Ну, кто-то скажет. Крещение-то и кто не мог бы объяснить, что это правильное крещение, для чего оно нам нужно. Послание к Евреям 5.11.14. Он говорит, а всем надежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы делаете неспособность служить. Не потому что вопрос такой, что мы толкование не знаем. Я знаю толкование, но вы неспособны служить. Вот где ответ. И по сути по времени вам надежит быть учителями. Столько лет вы поете, кушаете. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. Все дело со стороны Божьего. Они дальше не идут. Засохнули в одном месте. Чем угодно будут заниматься. Половичками, свечами. Мы православные. Но истину, самую главную, когда не знает человек, это ничего не дать. Вот батюшка вернулся в Грецию, привез снимки, и я смотрю. У них рядами стоят скамейки везде, в храмах. Стоящего ни одного нет. Все сидят. Ну как вот, у локтистов. В общем-то, неплохо. Все до одной женщине бесплатно. Все до одной. Крашеные в брюхо, это то, откуда вы получили. Получили истинничество. Как они себя в состоянии не будут говорить? Никак. Слово Божие нет. А отзвучит, никто же не знает, что это такое. И батюшка как-то это сказал, одно и говорит, Бог, кто будет судить нас по Слову Своему. Евангелие от Иоанна 12,48. И она забыла, где написано, а по двойке позвонила, вот в среди ночи батюшке звонит, около 12. Где написано это, что по Библии Бог будет нас судить? Никто еще не знает. Теперь крещение гречески надо делать от нас, откуда вы получили. И только монастыри, монастыри, везде открывается храм, храма, а ничего нет. Все оязыченное. Я смотрел снимки, снимков много, создан. Я ничего для себя не могу взять. Пока здесь снимков только оставил, Владимир буду работать. Делу, это все, что ты там видел? Ничего нет. Вас можно учить первым началом Слова Божие. И для вас нужно молоко, не твердая пища. Всякий питаемый молоко без следовищ в слове правды. Вот в чем дело. Как узнать? Он не понимает в Библии, в слове правды. Как успевинить-то его? Опять же, в Библии, ничего нет. Это, конечно, одно другое. Он не понимает, его молоко надо кормить. Потому что он молодеет. Твердая же пища свойственна совершенному, у которых чувства, науков, приученных развлечений добра и зла. Вот у нас старообрядки говорят, у них такой порядок, когда хоросят, чтобы была новая леска, вкачил все руками. Делают у каждого. Ну, купить-то надо, подготовить, как пасть. А зачем? Батюшка говорит, ну, давай так рассудим, что ты спаслась, попала в рай, а что ты, по лесу, ты считаешь, ну, Господи, Сутих, естественно, не более помилован, мне говоришь, а ты уже помилован, там же не надо, Христос рядом, стоит огня тебя. Нужны. На вне белья. А у вас попадешь, она сразу сгорит, и детство сгорит. И задали, не вылезти никогда. Почему? А написано, за гробом нет покаяния. Ну и что? Да тогда зачем это у нас столько лет было? Да я тебя спрашиваю теперь. Даже не младен, тут уж не молоко. Понимаешь, что ты молишься за них, и Слава Божьей, как поделись, призови, ими мое, и спасешься. Нет, мы говорим, и поднима, в который убежал, и спасися. Приходящий ко мне, я не изгою, но только приди. Не ссылайся на свои грехи, и я за тебя тоже уберу. Я люблю тебя. Все сердце отдай мне. Сын мой, отдай мне сердце. Лука 24, 25, когда он сказал, о, несмысленные и медлительные сердца, чтобы верить всему, что предсказано в правах. Ну почему они несмысленные? Он не верит, что медлительное, что это написано. И человек несмысленный, это он глупый, ничего не понимает. Вера в этом всему, что написано. А как вера, то все написано, он по пути-то не дает. И Господь говорит, о, удивляет. До чего же мы беспокоим. Ну считайте Слово Божие. Считайте каждый день. Вставайте раньше. Открывайте Слово Божие. Вникайте. Ищите. Ответ. Евангелие от Марка 7, 17, 18. И когда он от народа вошел в докты, чьи не попросили его о притче. Он сказал, неужели вы так не понятливы? Неужели вы, вы думаете, что ничто и не входящий человек и не может отстрелить его? А тут только что можно есть. Такие дни, посты, маска, у нас столько всего, неужели вы не понятливы? Да, мы будем соблюдать, потому что мы православные. Но спасение это не в этом. Что ты ел? Гороховый, правобослый, любезную. Главное, сердце твое должно быть. Но православное мы будем строго исполнять. Я также прошу, посты никогда не нарушайте. Мы православные. Мы равен послушанию в церкви. Только поэтому, не потому что они уже делают это ради послушания. Мы каждый день смотрим в Каринтарь, растительное масло разрешается или нет. А Господь уже не так не понятливы. А если бы они Слово Божие посмотрели и понимали бы, что для чистого все чисто, а для нечистого вообще нечистого, а почему? Отквернили ему мысловик. Он все по-своему понимает и все в плохую сторону. Матфея 12, 51, 52. И спросил их Иисус, поняли ли мы все это? Они говорят ему, так Господи, он же сказал по этому. Всякий книжник, наученный цар, небескому подобен хозяину, который вы можете из сокровища своей новое и старое. Сокровища это сердце, разум, память, новое и старое. Старые у нас были специальные, что-то мы знали, но не знали, куда привезти. Теперь все это поверни на дело Божие. Мы все должны быть книжниками. Господь так называет нас. Книжник, у которого как книга. Какая у тебя настройная книга? Настройная книга, Евангелия, Слово Божие. А еще что? Ну там смотри, вся Библия, дальше ответим. А кроме Библии, смотри, толкование святых отков. Что у тебя еще есть? А Иисус спрашивает, поняли ли вы эту книжку? Вот почему, говорит, удивился, что они их не понимают. У разных народностей у них очень много иносказаний. Как считал я про одного, он говорит, я женился, у меня так все хорошо, я так рад. Приходи в гости. А он пришел, когда его нет. Отсмотрел все, хозяину благодарен, смотрел, все у тебя хорошее, но дверь у тебя нехорошая. Уж когда ушел, он вот у дверь со всех сторон осмотрел, повернул, дверь хорошая. Но проходит какое-то время, он и развелся, и снова говорит, знаешь, у меня жена до того, не будильская была. Я вот развелся, и их разрешается у мусульман. А вот теперь он пришел, а та его посмотрела, а он услышал, когда говорит, водишь тут стякни, сам-то еще и... Это дверь, жена эту дверь сделала. А другая-то увидела, сразу, ну, клипа, Мазамет, к нам в гости идут, скорее, давай, что у тебя есть тут, на стол скорее нехи. Он все осмотрел и говорит, все хорошее, но выше всего у тебя дверь, как она у тебя и украшена, какая замечательная дверь у тебя. И он теперь знал, что это за дверь. И они любят говорить критчами. Эти южные народы, они очень мудрые. А у нас свои критчи евангельские. Того, что с нами встречается, тоже критчи. Ты смотришь на ребенка, он делает не так. А тут простая критча, Господи, а это, может, моя душа такая же неразумная, вот такая же маленькая, и она не знает правильный путь. Может, удивляется ребенок, только дали чистую одежду, а уже она испачкала, залезла в песочек, сидит и не понимает, что это новое. Да это же мы, Господи. Только что были попрещающиеся, только что крещение приняли. Куда нас опять донесло? Мы эти тричи на каждом шагу видим. Как говорят, не в конях он. Не про коня орех идешь. А вот сколько человеку давали, учили, а вот смотри, что вы, выушился и стал беззаконным. Говорят, у кого молоко на языке. Ты пощупай мне язык, посмотри, никакого там молока нет. Это означает, что ты ей положишь, как накормишь. И вот такие мы проповедники. Если ничего не положили нам Россия безмолвств, без благовестия, нет, из простых поговорок. Гусь в лене, товарищи. Это тоже притча. А почему гусь в полете, а с лене, в грязи? Кто нам, товарищи? Ангелы. Криватые серафимы. Те, которые об орден помышляют. И что бы ты ни услышал, все на пользу пойдет, если ты понимаешь притчи. А там народные сказания, какие-то бывают пословицы, поговорки. Ты в духовном плане все можешь развернуть, если знаешь Библию. Максея 16,8. О разуме, кто Иисус сказал им, что помышляете себе маловерно, что хлеба нельзя. Когда он говорит, берегите закваски, полетейте. А они думают, какого-то сорта, это закваска, какой-то особый завод выпускает. А Господь их упрекнул. Это закваска, вот эта старая, что мы несем с собой. Она старообрядческая может быть, новообрядческая, бактическая, фектантская. Я вот так приучен. Так вот через это надо перешагнуть. Я все удивляюсь, почему я был научен. И Господь позволил, что нельзя нигде перешагнуть, нельзя нигде пить. Это монстрово держали. Я по школу закончил, в школе ни разу не напился. Матерь не на каждой жал. Мне это помогло, конечно. Но я так понял, что это означает. Это означает, нигде чужого учения в душу не принимают. Не увлекайся философией ложной. Не выстекай себе водоема, который не мог бы держать в ладе. Я источник воды живой, говорит Господь. Ты даже что-то родители говорили. Близкие. Постарайся все трансформировать, коже Божий. Не знаешь, подойдем вместе, посидим и подумаем. Я слышал такое, а как это в духовном плане? Я почти ничего не знаю, что нельзя было бы в духовном плане обратить на пользу нашей душе. В Откровении 3.19 читаем, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. И так будет ревность, и непокаянство. Как понимать? Любит и наказывает. Допустим, меня лучше тогда не любят, да не наказывают. Я слышал такое. Тоже мне любовь. Дом сгорел, сын у меня ощущение вернулся. Я ему не могу этого объяснить. Я объясняю позиции вечности. Если оттуда смотреть, какое нам благо здесь. Если мы верим в Господа, то наказанием слова мы будем ждать. Господь, я понимаю, если кровь христиан, селье христиан, то о селье нет. Какая верность сейчас. Такая труска. Еще подъявим, да не бой сгонения. А безгонения нельзя. Не знаю, чего против. Я знаю, сельскох не обновится безгонения. Вы видите, какие у нас надписи. Бойся Бога и заповеди и его соблюдай. Как бойся? Даже слово это требует разъяснения. Это не притча такая. А на самом деле, на каждом шагу бойся его присутствие, его святости, чтобы его не оборчить. Если я благовествую, то нечем мне хвалиться. Если я благовествую, то нечем хвалиться, потому что необходима обязанность моя, а сегодня этого нет. Господи, а почему? И горе мне, если не благовествую, а если не благовествую, и священники, это же выходит горе со всех сторон. Тут и притчи никакой нет. А ты посмотри, какое боя, деревни, в стране беспорядок, стараются вести уроки христианской нравственности, бьются за это, и закон Гожий школа, в этом ничего нет. В Греции государственная религия православия. Там священники, а государство получает оклад, но никуда в сторону не шагнешь. Я проспочил кое-что, хотя и знал, и убедился, что это действительно так. Жизни живой вообще никакой нет. Вот показывает два-три человека, которые приняли, а другие даже батюшки по приветственности не стали, чтобы не скверниться от батюшки, потому что он патриархию признает. А притча-то как раз в том и заключается. Никого не считают ниже себя, тебе это никак не повредит. Он не худит имя Господне? Да нет, ну и все. А всякие эти юридипсы, все это надуманное. И Господь говорит, неужели вы не понимаете этой притчи? Мы можем на этот вопрос ответить так. Не понимаем, вразуми. Если не понимают, дай мне Слово Божие понимать, толкование. Если не понимают, дай мне доброго товарища, духовного, который понимал бы. А если я понимаю, поблагодари Господа. Господь упрекнул учеников. А почему не понимали вопрос? Да потому что Дух Святой еще не сошел на землю. Когда Дух Святой пришел, то мы молим его, прийди и стелись в нас, и очисти нас от всяких стернах. И Господь говорит, Дух Святой придя, научит, всякой прады. У нас сейчас побываясь склоняемся на какую-то неправду. Почему? Нет в этот момент верения Духа Божия. Дух Святой никогда не позволит быть на левой стороне. Он любит нас. И поэтому что-то не по-нашему не нравится. Сразу уйди, пока никто не видит. Отойди. Не добивайся победы. И на колени. Попроси, чтобы кто-то помог помолить. И Господи, я вас не понимаю, а мне бы как туда не попасть. И если человек ищет силы, засовет Слово Божие, Бога, пять минут отойдет. И скажет, а если бы я не знал Бога? Когда я вижу таких людей, я всегда говорю, я был бы хуже. Хуже всех. Вот один автор звонит, он сегодня может к нам общему там придет, про одного, как он страдал, посылает, а он видно, что Евангелие не знает. И он мне звонит, позавчера, кажется, и спрашивает, у вас это есть брошюрка про Якова? Я говорю, есть. Ну и как? Это, я говорю, моя биография, это встреча с Евангелем. Он не понял, я тоже принял, я тоже не принял. Почему? Да потому что человек, которого мы написали, которого гонят, видимо, канонизации, он поступает, почти на каждом шагу не по Евангелию. Он придумал, что нельзя работать на советскую власть, нигде на производстве нельзя работать, а ущельника на немать, а кому-то поработать его находит. Нигде этого нет. Кто-то посчитает житие святого клиента, который был создан, черстанес, как они работали в каменоломниях, кого стылали, они все работали. И которые, мы знаем, христиане, они были большими землеводействами, и Давыд работал, и Иов работал, и апостолы работали. Так они углетляют государство, тебе не надо об этом думать. Апостолы, а Павел, что в палатке? А в этих палатках, может быть, солдаты отдыхали, которые христиан приходили переполочить всех. Если об этом рассуждать, ты должен работать. Никогда не иди по лживому следу. Если не понимаете эту притчу, каждый другий его умеет. А эти другие, это не только те, которые в Тестане, а которые на нее окружены на каждом шагу. Это надо в молитве говорить, Господи, дай нам поразуметь притчи в Писании, притчи, которые мы читаем в литературе, и притчи, которые ты нас окружаешь. Часто люди говорят, а что это за притча такая? Как-то на стройке были, батюшка говорит, каждое маленькое дерево, надо к чему-то привязывать. Если первые люди укладки неправильно, то все в здании, куда пойдет? Ему говорят, что ты с притчами какими-то говоришь. А почему? Ребенка как ты с детства настаешь, как он упадет, какой мне выиграл, товарищ, смотрите, с кем он играет, к какому дереву он привязан. Довольные к нам заходят и дарят нам больше понимания священного писания. Аминь.